Продолжаем программу Рикошет. В прямом эфире Дэвидзен Радио и телеканала RTN. Гость программы в этом часе бывший депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган. Ари, идем дальше. Хочу поговорить вот о чем. Об отношении в целом страны, Соединенных Штатов и в частности администрации Байдена, всячески которая задерживает помощь Израилю. Напомню, что Конгресс проголосовал за помощь, которую, кстати, сам же президент Байден попросил после нападения Хамас на Израиль 7 октября. И теперь, когда, наконец-то, спустя неделю и даже месяцы Конгресс проголосовал за эту помощь, теперь президент не дает эту помощь, ссылаясь якобы на то, что Израиль может использовать это вооружение при наступлении на город Рафах. Опять же, как вы видите, почему это происходит? То, что происходит, это предательство, это трагедия, это нож в спину государству Израиль. Это еще и антиконституционно, потому что президент США, который подписал этот закон, принятый, между прочим, двухпартийным большинством, да, не все проголосовали за это, но подавляющее большинство проголосовало и в Палате представителей, и в Сенате США, президент подписал, а теперь сам же не выполняет собой же подписанный закон. Он после 7 октября заявлял, что мы все сделаем, чтобы поддержать Израиль, даже сказал, что он сионист, а теперь вот этот так называемый сионист дает сигнал Хамасу, что Америка не хочет поддерживать государство Израиль, а сегодня еще Блинкин заявил, что Хамас победить полностью невозможно, нужно уже думать, как дальше так обустроить сектор газа, чтобы Хамас там как-то принимал участие, только демилитаризировался. Как будто Хамас, это просто ужас какой-то. Блинкин должен добавить маленькую деталь, внезапно оказалось сегодня утром, оказалось известно, что после зачистки на севере Газы, когда теперь получается Цахал двигается в сторону Рафах или уже там, выяснилось, что оказывается Хамас вновь образовался на севере каким-то образом. Ну на самом деле Израилю же не дают победить, на мой взгляд, Израилю просто не дают победить во всех отношениях. Уже давно бы, на мой взгляд, должны были быть в Рафе, давно должны были уже эту, как вы говорите, зачистку начать, но все время бьют по рукам и говорят, нельзя туда идти, нельзя сюда идти, нельзя вот так делать, нельзя вести боевые действия здесь. Обвиняют Израиль в геноциде, при том, что все данные, которые указывают, это данные Хамаса. Когда мне говорят, что это Министерство здравоохранения Газы, ну это просто смехотворно, это данные Хамаса. Хамас дает все данные, никогда не говорит, сколько террористов Хамаса при этом уничтожено. И каждый день дает статистику до одного человека, сколько убито, сколько раненых. Это они, сидя в тоннелях, там подсчитывают, что ли, ничего подобного. Израиль, на мой взгляд, просто не дают даже победить, не дают воевать, да еще ультиматумы ставят, угрозы, обещают в трибунал вызвать там в Гааге. Ну а то, что делает Байден последние дни вообще не поддается, ну просто я бесконечно возмущен тем, что он не выполняет, сам же подписал закон и сам же его не выполняет. И говорит, какие бомбы он не хочет давать. Вот я часто напоминаю просто историю Второй мировой войны. Давайте вспомним конец, вспомним апрель-май 1945 года. Давайте вспомним, что было с Берлином и с Германией. Кто-нибудь там кричал, давайте в Берлине пойдем, там много гражданского населения. Или вспомним проповедение президента Трумана в войне с милитаристской Японией, когда он сбросил две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А сейчас Израилю говорят, туда нельзя идти, там много гражданских лиц. Израиль говорит, вот там есть зона демилитаризована, идите туда, 300 тысяч человек сюда, продовольствие сюда, палатки здесь, текст-месседжи там, листовки. Армия обороны Израиля самая гуманная армия в мире. Я это утверждал, я это утверждаю. Я был в Израиле много раз, я много раз встречался с представителями армии обороны Израиля, на различные объекты нас возили. И я вам скажу, что, конечно, в сравнении с любой другой армией, с любыми другими боевыми действиями, так ни одна армия себя не ведет. Сколько месяцев уже Израилю говорят, то нельзя делать и это нельзя делать. В этих условиях то, что Израиль уже сделал, сколько смог уничтожить террористов, это уже большой успех. Но, конечно, еще очень много работы. И главное, Израилю нужна всесторонняя, однозначно поддержка здесь в Америке, и военная, и политическая. Не может руководство Америки, политическая, военная, посылать сигналы Хамасу, что вот еще немножко продержитесь, и Израиль весь полностью уйдет. Армия обороны Израиля покинет сектор Газа, и там все будет у вас хорошо, вы вернетесь в власти. Фактически это то, что сейчас говорит президент и госсекретарь США Хамасу. Только немножко еще продержитесь. Ночь простоять и день продержаться. С точки зрения юридической, какая-то ответственность у администрации Белого дома есть. Я имею в виду, когда Конгресс помощь принял, администрация попросила, Конгресс потратил время, деньги, чтобы принять это. Вот они приняли, и дальше нет никакого дальнейшего процесса. Аналогичную, кстати, историю мы ведь наблюдали в войне с Украиной, когда был подписан ленд-лиз, и потом президент его не использовал. Я могу сказать, что в истории с Украиной, если мы говорим конкретно про поддержку Украины и поддержку Израиля, то Байден начал поставлять многие вещи в Украину еще до того, как Конгресс проголосовал. А потом он компенсировал, когда Конгресс проголосовал. Здесь точно все равно наоборот. Конгресс проголосовал, а президент задерживает. Определенный леверидж, определенные полномочия у президента есть задерживать, приостанавливать временно помощь, но ненадолго. Или давать чуть-чуть раньше что-то есть. Но долго это продолжаться не может. Я знаю, что уже некоторые конгрессмены и республиканцы говорят, что то, что делает сейчас президент, это должна быть процедура импичмента за то, что он просто нарушает разделение властей в Америке между исполнительной, законодательной и судебной властями. Он фактически отказывается публично выполнять тот закон, который сам подписал. С вашей точки зрения, что сейчас Соединенные Штаты хотят? Мне просто хочется понять стратегию. Белый дом хочет, чтобы Израиль свернул войска и ушел, чтобы закончилось что-то на этом все, поставить точку. Какие у вас есть предположения по этому поводу? Да, конечно. Главное, что хочет Джо Байден, это переизбраться в ноябре. Говорят, two state solution. Это state of Michigan и state of Nevada. Он хочет выиграть в штате Мичиган, где он сейчас по вопросам проигрывает, в штате Невада, в штате Пенсильвания. И для этого он пытается для той части демократической партии, в первую очередь леворадикальной части демократической партии социалистов, про хамасовски настроенных большой части арабского населения, части мусульман и части левых радикалов, чтобы они проголосовали за него, чтобы они не остались дома в ноябре и пришли проголосовать. Он говорит, ну-ну-ну, я за Израиль, но понарошку. Вот бомбы им не даю. Вот говорю, что Хамас может вернуться. Вот я там жестко разговариваю с Натани Ягу, а для тех демократов, независимых, республиканцев, кто поддерживает Израиль, он говорит, не, ну я же за Израиль, мы же все равно им помогаем, мы же все равно ведем переговоры об освобождении заложников. То есть он хочет получить голоса и тех, и других. Но это так не работает. Если вы, как говорится, сидите on offense, сидите посередине, то вас начинают ненавидеть и те, и другие. Это, на мой взгляд, приведет к тому, что за него и те, и другие не будут голосовать. Но возвращаясь к тому, почему он это делает, чисто из политических соображений. Чтобы угодить вот этому леворадикальному крылу демократической партии, тем 100 тысячам человек в Мичигане, которые проголосовали на праймере с президентских нам коммитет, ни за кого. Он хочет, чтобы они пришли в ноябре, не остались дома и проголосовали за него. То же самое про всех этих протестующих в университетах. И одновременно он хочет показать, что он не против так уж Израиля, потому что ему нужны голоса и демократов некоторых, которые за Израиль, и независимых, и части республиканцев. Он надеется не так резко говорить, что он против Израиля. Поэтому он избрал такую стратегию. С одной стороны, говорит, что делает вид, что помогает Израилю, а с другой стороны, задерживает поставку, например, бомб, говорит, что Израиль там нарушает права человека. В веке уже говорят то же самое, что все антисемиты и Хамас говорит. Он еще не произнес слово геноцид. Но я не удивлюсь, если через буквально несколько недель он скажет, что это геноцид. Я не удивлюсь. Уже сейчас говорят, что Израиль с помощью американского вооружения нарушил все международные законы, права человека. Это уже говорят представители американской администрации. Как говорится, это прямо льют воду на мельницу Хамаса, в лобовую, что называется. Чистая политика президентской выборы. Давайте приймем телефонные звонки 718-303-9090. Пожалуйста, представьтесь и говорите, мы вас внимательно слушаем. Да, да, вот, здравствуйте, хорошо, что соединили. Это Яков из Калифорнии. Ну вот я, так сказать, алло, я выключил. Да, мы вас внимательно слушаем, продолжайте. А то, 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 а то. Вот, да, 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 да. Я хочу, ну, я хорошо слышать, 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 слышать Ари Кагана. Ну, я говорю, что он, ну, он немного, он, ну, он передергивает. Он же так, алло, начинает, и можно, только не отключаетесь. Давайте к сути, давайте к сути, время идет. Вот, например, суть, суть такова, что он говорит, что когда, он говорит, когда он утверждает, что, 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 быстро нож в спину. Ну, какой же нож в спину? Объявил, объявил Байдер, что, что он это, Израиль никогда не останется беззащитным, что все будет. Речь идет, что он поставит, если будет, тогда поставит. А еще не случилось, эти мощные бомбы и так далее. А что должно случиться, по-вашему, чтобы Соединенные Штаты поставили вооружение? Что должно случиться, когда возникнет такая необходимость, с точки зрения Штатов, я теперь решил, только не отключайте, только не отключайте, я вас прошу. Никто не отключает вас. Я хочу просто понять, что должно случиться, когда вы считаете, Соединенные Штаты, наконец, должны предоставить вооружение. Я хочу сказать, что никакого смысла, никакой борьбы за этих избирателей быть не может. Потому что эти 100 тысяч, не евреи в этих, это же президенты избирают выборщики. Так а если выборщики 100 тысяч, они не там не решают, не в Чикаго, не там, не евреи, нигде в этих Штатах евреи не решают. Хорошо, какое ваше предположение, почему президент не дает военную помощь Израилю сейчас? Потому что президенты исходят, они исходят из объективной ситуации, что из пушки по воробьям не бьют, так войну не ведут. Когда гибнет несравненное большее количество мирных населений, чем военных, в десятки раз. Когда из 30 тысяч, 15 тысяч детей, когда на Украине... А откуда вы берете эти цифры? Нет, подождите, не выключайте, откуда вы берете эти цифры? Я, но которые все называют цифры, ну пусть не 34 тысячи, 24 тысячи, но какие-то есть же цифры, откуда я могу, у меня нет своей разведки. Да, я вам скажу, Министерство здравоохранения ГАЗы, которое приводит эти цифры, подконтрольное ХАМАС, вы слышали об этом? Я знаю, что это подконтрольное, эти цифры никогда не будут точнее. Вы доверяете этим цифрам? Во время войны, только не отключайте, во время войны никаким цифрам доверять нельзя, потому что это секретная информация, и все страны ведут, дают дезинформацию. Вы считаете, Израиль должен свернуть сейчас операцию и вернуться... Он должен дойти операцию, сделать хирургическую, а не топорную. Он же топорная операция, он же у Израиля, получилось, лес рубят, щетки летят. Разве так воюет страна, которая с такой технологией, с такой раз, разве так воюет, лес рубят, щетки летят? Разве так воюет война с поддержкой Соединенных Штатов тогда? Ну, сейчас я хотел вам сказать еще, ну, чтобы мы не сказали, ну, что ты руководствуется, мы же... Нет, подождите, ответьте на мой вопрос, разве так можно с Соединенными Штатами? Ведь Соединенные Штаты поддерживают, это поддержка номер один. Да, но Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что они никогда не допустят поражения или ухудшения Израиля. Теперь я хочу вам сказать, не отвечайте. Нет, теперь не отвечайте. Нет, вы ответьте, я на мое письмо, ответьте, пожалуйста, на мое письмо, которое вы получили. Я пока не получил ваши письма, как только получу, отвечу обязательно. Не согласен в корне с вашим положением, с тем, о чем вы говорите. Во-первых, не подкреплено никакими цифрами ваше заявление, это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Хотелось бы, чтобы эта поддержка была чистой и прозрачной, а не то, что происходит сейчас. Вот и все. Я бы хотел еще добавить насчет выборщиков в штате Мичиган. 100 тысяч человек в штате Мичиган – это огромная сила. Выборы в так называемых swing states, их говорят 11, сейчас уже говорят будет больше, в Мичигане 100 тысяч человек, 100% могут решить исход президентских выборов. Выборщиков избирают в штате Мичиган, эти выборщики потом голосуют за президента. Поэтому 100 тысяч человек в штате Мичиган однозначно могут решить исход президентских выборов в США. Спасибо. Еще один телефонный звонок, пожалуйста. 718-303-90-90. Говорите. Чего, блядь, поймали меня, а? Хуй пососешь, блядь. Замечательно. Я безумно рад, что вы получили удовольствие, а мы не пострадали. Идем дальше. 718-303-90-90. Говорите. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я прожил 19 лет в Израиле. А арабов, палестинцев, вообще их нету. Их привез Арафат, привез когда-то. Для того, чтобы уничтожить Израиль. Это давно уже известно. Но никто об этом не говорит. И пока не будет Трампа в Белом доме, ничего не изменится. И Украину, и Израиль он спасет. А выступают какие-то старики, которым за 80, которые здесь никогда не работали. И честные языки, астративно слушать. Спасибо за ваше мнение. Не знаю, как связана работа в Соединенных Штатах с Израилем. Это все связано. Хорошо, пусть будет так. Это все связано. Спасибо, спасибо. Давайте еще один телефонный звонок. Есть очень много разумных людей любого возраста. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Я хотел бы поприветствовать Ария Кагана в вашем эфире персонально. И выразить ему поддержку за его решение непростое. Очень дорогого стоит, когда он решился гарантированно, я думаю, место в Сити Каунсел, будучи представителем Демократической партии, если бы он оставался, он сделал очень мужественное решение и перешел в Республиканскую партию. Это очень мужественный шаг, правильный шаг, справедливый. Я категорически его там просто поддерживаю. Это просто перевернуло мое мнение о нем еще в лучшую сторону. И хотел сказать, что вы потратили очень много на предыдущего звонящего Якова, который вам говорит, только не выключайте. Это какой-то демагог, самый просто пустозвонный. Очень жалко, что потеряли много времени. Он звонит во все передачи. Вы знаете, я все это время пытался найти, у меня была надежда, что человек где-то там в глубине задумается. Вот в чем дело. Нет, это демагог, он звонит так же Украину, что надо Украине сдаваться, Украина никогда не выиграет, у Путина ядерное оружие, он этим ядерным оружием ударит. Давайте не о нем, пожалуйста, к сути вопроса. Ну вот, к сути вопроса, в общем-то, я надеюсь, что люди, как Ари Каган, поймут наконец, что демократическая партия, это просто партия, которая думает о том, о захвате власти. А об Америке, о американских жителях, гражданах Америки, об интересах простых, вообще нормальных людей, она не думает. Это, я не знаю, насколько мне это давно стало ясно, но почему-то большинству людей этого непонятно. Вот многие продолжают поддерживать Байдена у нас в эфире, звонят, вот я не знаю, но вот только республиканцы сейчас, это та сила, которая может что-то изменить в лучшую сторону. Весь мир поменялся, вот при Трампе что было, и что случилось при Байдене, миру грозит ясерная катастрофа сейчас, война одна за другой, беспомощность его администрации, она настолько очевидна. Ну, в общем, я хотел бы высказать, спасибо, что вы мне дали. В продолжении ваших слов, ну, как отводкой к этому могу сказать, буквально неделю назад начал читать книгу, называется «Сценарий ядерной войны». Книга вышла в американском издательстве «Пингвин» в марте этого года, то есть буквально месяц небольшим назад. Интереснейшая вещь, рассказывающая о деталях возможного прилета ядерного оружия, если это, не дай бог, случится на территории Соединенных Штатов, как это будет происходить секунда за секундой, миля за милей. Если у вас есть желание и возможность, обязательно обратите на нее внимание. Еще давайте телефонный звонок 718-303-90-90, пожалуйста. Отличный вопрос, спасибо большое. Забегая вперед, перед тем, как Ари начнет отвечать, хочу вам сказать, что на самом деле вы, может быть, будете удивлены, но, по крайней мере, я был удивлен, когда узнал, что есть огромное количество евреев на территории Соединенных Штатов, которые поддерживают пропалестинское движение. Пожалуйста, Ари. Во-первых, я хотел бы все-таки разобраться с терминологией. Я считаю, эти все движения, протесты, митинги, демонстрации никак не пропалестинские. Я считаю их прохамасовскими, потому что Хамас главный враг арабов Палестины, главный враг жителей сектора Газа, потому что прячется среди мирного населения, и делает все возможное, чтобы как можно больше людей погибло, называет госпиталя, как вы знаете, Аль-Акса, госпиталь и так далее, и делает все возможное, чтобы Израиль наносил удары по госпиталям, по школам и так далее, чтобы потом представить Израиль как исчадие ада. И те, кто поддерживают это дело, однозначно не пропалестинские, они прохамасовские. Но возвращаясь к Джорджу Соросу, есть огромное количество в Америке ультралиберальных, даже не либеральных, а ультралиберальных евреев, которые осуждают Израиль, которые говорят, что мы к Израилю никакого отношения не имеем. Я недавно был на одном событии, где выступала американская еврейка, 65-летняя, до нее выступали мусульмане, которые говорили о дружбе евреев и мусульман, говорили о том, что нужен мир на Ближнем Востоке, то есть так довольно прилично выступали. А потом вышла еврейка и говорит, я хочу, чтобы вы знали, мы, евреи Америки, никакого отношения к Израилю не имеем. Вот это здрасте. Я когда был делегатом Всемирного Сионистского Конгресса в Иерусалиме, там встала одна еврейка, так называемая, из Парк Слоу Бруклинского либерального района и сказала, что давайте проголосуем на Всемирном Сионистском Конгрессе в Иерусалиме, чтобы слово Иерусалим не использовать в документах нашего Конгресса, потому что это спорное понятие, это столица международная и по-разному используются, давайте слово Иерусалим не используется. Я не выдержал, говорю, да вы что говорю, 3000 лет евреи говорят в следующем году в Иерусалиме, а вы приехали в Иерусалим из Америки на Сионистский Конгресс и говорите, что в Иерусалим слово говорить нельзя. Вот и Джордж Сорос такой же еврей, на мой взгляд он позор еврейского народа, он разжигает антисемитизм, на мой взгляд, он делает все возможное, чтобы его деньгами осуждали Израиль, и я считаю, что это просто позор нашего народа такие люди, как Джордж Сорос. Дело в том, что если говорить про Сороса, я думаю, нам нужна отдельная передача, чтобы объяснить вообще причины, почему это происходит, как это происходит, потому что там интереснейшие вещи, это же фонды, это же не то, что он напрямую кому-то дал денег, нет. Хорошо. Ари, я благодарю вас за то, что нашли время, присоединились к нашему эфиру сегодня, мы заканчиваем первый час, это был бывший депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган с нами, сейчас мы прервемся на большую рекламу, большой перерыв, после которого вернемся в прямой эфир и продолжим. Спасибо, Артем. Артем.